Если до 33 у тебя ощущение, что у тебя все впереди, то в 33 ты точно понимаешь, если ты сейчас ничего не сделаешь, будет так же. И через 20 лет будет так же. И поэтому к 33 годам возникает состояние такого глубочайшего стресса накопленного. Ты потому что в этой депрессии ходишь где-то с 30 лет до 33, но у меня так было, то у меня это ушло в какой-то момент чтения. Конечно, я не так, что там в 30, как начал читать, в течение двух месяцев прочитал 2 гигабайта круг в Орде. Я читал все подряд, я потреблял любую информацию. Единственная проблема у меня в том, что я не запоминал названия книг и авторов. И поэтому я какие-то вещи говорю, я вообще не знаю, откуда взялось это. Кто-то говорит, что это прямое знание, а мне кажется, что это из подсознания вылетают вот эти штучки. Конструктивный стресс тогда, когда ты уходишь в чтение, ты начинаешь искать ответы на свои вопросы. Мне тогда казалось, что все ответы в книгах. Нужно посмотреть чужой опыт. Но самое противное, знаете, в чем? В том, что в книгах пишут все правильно, этот опыт ты должен прожить сам все равно. Вот это учиться на чужих ошибках, оно может быть и правда. Ты поймешь только тогда, когда ты своими ногами пройдешь, к сожалению. Я начитался, начитался, начитался. Потом я понял, что что-то не то, прочитав вот эту груду книг. Но я не понимал, что нужно сделать. И я пошел на тренинг лично самого роста. Мне сказали, там крутые проходят, пойдем. Я думаю, я же не крутой, мы пошли там в долг вообще капец. Я вообще думал, не отдам деньги им. И самое интересное, я пошел на тренинг. В течение двух недель я устроился на работу зарплатой в 3,5 тысячи долларов по тем временам. Видимо, из-за того, что я был к таким деньгам не готов, мне снизили до 2,5. И то было больше, чем я вообще хотел. И поэтому я смог с ними рассчитаться. Но со мной там произошли большие метаморфозы. С меня вытащили очень много-много напряжения, много обид и много деструктивных установок. Вы не думайте, что это такая легкая работа, потому что перепрошивка программ, она годы занимает. То есть я 3 года практически там не вылазил. Такие тренинги лично самого роста, они помогают перепрошиться быстро. Но есть жесткие тренинги лично самого роста, где тебя там пушат, и ты там быстро меняешься. Надолго ли потом? Это вот быть, делать, иметь. Когда ты делаешь быстро-быстро, потом имеешь, а быть у тебя еще нету в голове. И тебя откидывает потом обратно. Здесь у тебя в голове не сформировалось еще вот то, что я хочу, чего достоин. Но ты много-много наделал, потом тебе много дали, и у тебя вот здесь проседает в бытие, да, и тебя обратно сюда закидают. То есть из-за этого вот эти всплески вверх-вниз у всех. Более-менее гармонично, это несколько лет надо для того, чтобы измениться. Я понимаю, что их не сильно любят или работают с психологом индивидуально, любую, какую хотите. Но вы должны себя подвязать тогда на там еженедельное посещение психолога. Или там ментора какого-то. Ну лучше психолог-ментор, чтобы вместе был. Психолог-коуч, чтобы был вместе. Ну допустим, финансовый вопрос, и ты приходишь там один раз в две недели. Выполняешь какие-то задания или не выполняешь, приходишь, сдаешься. Тебе опять корректируют, вытаскивают какие-то страхи, прорабатывают. Потом опять приходишь через день. И потихоньку, потихоньку, я думаю, где-то в течение года, двух лет можно изменить там x2, x3 легко. Особенно с предпринимателями. Почему я читал много книг? Потому что в какой-то момент я думал, что не платить какому-то там психологу или коучу за то, что есть в книгах. Я пытался изменить сам, и не получилось. Пришлось платить этого психологу. Тогда не было Ютуба. Сейчас вы можете просто сесть на мой канал, посидеть на моем канале там два года или год. В любом случае что-то поменяется. Тихо-тихо мышление сдвинется все равно. У тебя появится фокус. У тебя не будет хочу там вот это, ой, нет, вот это. И вот так перестанешь бегать, и в какой-то момент понимаешь, что, ну, только здесь. Но когда мозг не хочет делать, он начинает тебя кидать вот так туда-сюда, туда-сюда. И ты не понимаешь, за что хвататься. И в оконцовке ты распыляешься на все. И чаще всего люди, которые достигли меньшего успеха, у них вот этот вот спектр распыления большой. Чем уже у тебя спектр распыления, чем лучше фокус, тем больше достижений. Вот это делать-иметь. Вот твое бытие не готово, а ты говоришь, давай, делай, делай, делай. И мозг начинает что-то делать, хоть что-нибудь. И тогда он распыляет, чтобы не получилось, потому что бытие не готово. Ты должен внутри еще накрутить, что ты готов к этому. Потом тебе дается. Потом ты готов к действию, и потом ты готов иметь, и тебе дают. Если ты не готов иметь, тебя у тебя забирают.